МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожизненное лишение свободы грозит жителю Усольского района. У него сотрудники ФСБ обнаружили 85 килограмм мефедрона. Наркотики мужчина производил в домашней лаборатории. В выпуске поговорим о том, как часто подобные преступления выявляют в Иркутской области. В Иркутске завершается ремонт улицы Академической. Однако он уже вызывает вопросы у автомобилистов. А прошлогодние работы и вовсе пришлось переделывать. Что беспокоит горожан на этом участке, разберемся через несколько минут. Через несколько минут расскажем, почему некоторые жители областного центра недовольны качеством капремонта домов. Где возникли проблемы и сколько всего зданий нужно отремонтировать в этом году в регионе, узнаете в программе. В программу соревнований этого иркутянина входил творожный торт и лохмаджун. Что за испытания проходил наш земляк, а также что за гигантский флаг совсем скоро появится в Чуне. Объясним в рубрике «Повесточки». И теперь обо всем подробнее. В Усольском районе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который у себя дома устроил нарколабораторию. Масштаб его деятельности поражает. У подозреваемого нашли 85 килограммов мефедрона. Это 300 тысяч разовых доз. Этого бы хватило на половину населения областного центра. Подробнее о резонансном деле, а также о статистике подобных преступлений в регионе в материале Ксении Бутиной. Этот сарай с грудой хлама – нарколаборатория. Ее на территории частного дома в поселке Мальта Усольского района обнаружили сотрудники ФСБ. Хозяин производства – местный житель. У него изъяли 85 килограммов мефедрона. Стоимость наркотического вещества может достигать порядка 300 миллионов рублей. Теперь задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Всего с начала года в регионе из незаконного оборота изъято около 180 килограмм запрещенных веществ. Сотрудниками полиции за 8 месяцев 2024 года выявлено свыше 1800 наркопреступлений на территории Иркутской области. Из них основное количество – это хранение и попытки сбыта наркотиков. Выявлены 3 нарколаборатория и 11 притонов. Ликвидировано 35 каналов поступления наркотических средств и сильнодействующих веществ. В том числе 9 межрегиональных, 22 межрайонных и 4 на объектах пенитенциарной системы. Число подобных преступлений растет. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выявлено более 1400 преступлений. Чаще всего для распространения наркотических веществ преступники используют мессенджеры или интернет-площадки. Сложность в том, что мессенджер очень распространен, как и любая торговая площадка. Там огромное количество заказов, огромное количество магазинов. В мессенджере огромное количество каналов, чатов, переписок. И каждую из них отслеживать довольно трудоемкий процесс. Нашла подработку в мессенджере и 28-летняя иркутянка. Девушка на протяжении почти месяца была наркокурьером. За каждое выполненное задание получала по 500 рублей. Теперь же она может получить лишение свободы сроком до 20 лет. По словам специалистов, люди встают на незаконный путь из-за разных обстоятельств. Проблема с работой, а жить хорошо хочется. И вот тогда люди опять же идут на наркопреступление с целью заработать каких-то легких денег. Все это очень индивидуально. Кто-то наркотики продает, а кто-то их употребляет. За 8 месяцев этого года в областном центре зафиксировано 95 случаев отравления наркотиками. Среди взрослых это на 17 больше, чем в прошлом году. А почти 600 подростков состоят на учете за употребление запрещенных веществ. Ксения Бутина, Иван Гоголев. Новости по будням. От разного рода зависимостей страдают не только взрослые, но и дети. А спиртные напитки для неокрепшего организма очень разрушительны. Так, в Иркутске выросло число отравлений алкоголем среди несовершеннолетних. За 8 месяцев этого года в отделение токсикологии Ивана Матрёнинской больницы попали на лечение 40 таких пациентов. Для сравнения, за весь прошлый год их было 32. Самому младшему пациенту всего 9 лет. Лечение в стационаре ребенок проходил уже дважды. Алкоголь мальчик ворует в супермаркетах. Еще две юные пациентки 10 лет отдыхали на берегу реки и попросили взрослого купить им спиртное, которое распили вместе с ним. 15-летнего подростка врачи буквально вытащили с того света. Он поступил в больницу с запредельным количеством алкоголя в крови, при котором человек впадает в кому. Оказалось, парень на спор выпил литр самогона. Множество споров вызывает ремонт улицы Академической в Иркутске. Ее приводят в порядок уже второй год подряд. Два разных подрядчика на разных участках. Первый этап прошел в прошлом году, но часть работ переделывают сейчас. При этом параллельно ремонтируют вторую часть дороги. Итог – хаос на проезжей части. Тему продолжит Дарья Эйвазова. Перекресток улиц Академической и Старокузьмихинской в Иркутске – испытание для водителей, особенно для тех, кто выезжает со стороны торгового центра и жилых домов. Изменения после ремонта на этом участке вынуждают шоферов тренировать интуицию. Вид на светофор автомобилистам перекрывает дорожный знак. За знаком, вы видите, прямо сейчас его вообще не видно. За знак полностью его перекрывает. Догадаться, можно этот посмотреть. Дублирующий светофор действительно есть. Но прибор также порой перекрывают соседние машины. Вопросы к отремонтированному участку есть и у пешеходов. До ближайших зебр на самой Академической около 300 метров в каждую сторону. На выезде от жилых домов и торгового центра перехода тоже нет. Не знаю, как водитель на это смотрит, но для пешеходов было бы удобно очень. Потому что если бы здесь сделали во время светофора, допустим, переход, и то с нажатием кнопки. В итоге иркутяне вынуждены нарушать правила дорожного движения и идти прямо по проезжей части. По данным городской администрации, подрядчик, который занимается сейчас вторым этапом ремонта Академической, от пересечения с улицы Академической, от пересечения с улицы Костычева, уже выполнили работы на 97% и в том числе обустроил пешеходные переходы. Судя по тому, что перехода здесь нет, можно предположить, что его и не будет. С другой стороны, есть элементы, которые указывают на то, что зебра все-таки появится. Например, заниженный бордюр и вот такая рифленая плитка. Еще одна причина дорожного хаоса на этом перекрестке кроется в прошлогоднем ремонте. Его переделывают. Из-за этого автомобили перестраиваются из нескольких полос в одну. Самые хитрые нарушают правила и едут как придется. Ведь вторую полосу в направлении остановки Южной ремонтируют. Будет замена верхнего слоя асфальтобетона, потому что в прошлом году он не был оплачен, не был принят. Он был сделан не по технологии и вырубки не прошел. Значит, там в двух местах нужно будет поднятие бордюрного камня ГП-1 и также нужно будет поднимать колодец в одном месте. Он провалился достаточно давно уже. Пообещали городские власти учесть и пожелания жителей по текущим работам. А вот эксперты не уверены, что движение на этом участке станет безопаснее даже после завершения всех работ. Здесь не хватает дублирующих светофоров. Скорее всего, здесь нужно сделать над дорогой какие-то знаки, светофоры, может быть. Потому что дорога широкая, дорога большая, движение видите сами какое. Здесь, по сути, напрашивается двухуровневая развязка. Но она в ближайшее время точно не появится. Однако некоторые проблемы все же решат после жалоб жителей. Знак, который закрывает светофор, перенесут. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин, Новости Паводня. От ремонта дорог в любом исполнении не отказались бы жители Бадайбинского района. Ведь даже в районном центре трассы становятся непреодолимым препятствием. Мы уже рассказывали о проблеме жителей поселка Бесяга. Из-за ремонта моста перенесли единственный паром, который соединяет микрорайон с основной частью города. Путь в объезд пролегает через грязь. А некоторые преодолевают его пешком. Ситуация усугубилась. Застревать в дорожном месиве уже начали автомобили. Во время прямого эфира в соцсетях замминистра транспорта региона Виктор Цышковский заявил, что проблема не в самой дороге, а в мосте. Ведь объезд вынужденный. Ремонт моста пообещали закончить к концу октября. Правда, это разошлось с официальной информацией областных властей. Они сообщили, что мост введут в эксплуатацию к началу ноября. Также в Министерстве транспорта нам рассказали, что на объездной трассе до парома проведут грейдирование. Выровняют и дорогу Бадайбо-Кропоткин. Из-за плохого состояния дороги поставщики отказались возить хлеб в отдаленные поселения по этой трассе. По данным местных властей, из-за состояния дороги у предприятия сломалась машина, которую купили три года назад. К тому же нет водителя. После прохождения обидных осадков в Бадайбинском районе дорога стала в неудовлетворительном состоянии. Уже сегодня дорожно-строительная техника туда вышла на работы по добавлению подсыпки. На следующий год мы планируем в нормальных больших объемах приступить к этим работам. В этом году будут отсыпаны только локальные участки в связи с окончанием строительных сетов. А вот работы на Глазковском мосту в областном центре закончатся на сутки раньше запланированного срока. Полноценное движение по путепроводу возобновится уже к вечеру 14 сентября. Напомним, сейчас там ведется обследование теплосетей, которые проходят по мосту. Диагностика проводится с помощью доставленного из новосибирска оборудования. Оно способно определять степень изношенности металла. Через специально вырезанные в трубах окна запускается робот. Он обследует каждый сантиметр внутренних стенок. Это позволит практически до нуля сократить риски неполадок на теплосетях зимой. С тревогой ждут зимы жители одного из многоквартирных домов Иркутска. В здании затянулся ремонт крыши. Старую кровлю сняли еще в мае. Завершить работы подрядчик должен был 30 августа. Но до сих пор люди живут без крыши над головой. Поэтому дожди идут прямо в квартирах. Александра Якубчик выслушала жалобы жильцов и выяснила, сколько еще домов ожидают в завершении капитального ремонта. Как будто бы кран открыли, вот так все хлещало. Успевала, полотенца все свои взяла, вот эти, намочила, выжимала. Погода в доме Ольги Александровны испортилась еще в конце весны. Тогда в многоквартирном здании на улице Боткиной в Иркутске начался капитальный ремонт крыши. Шифер сняли 14 мая. С тех пор начались мокрые испытания для жильцов верхних этажей. Каждый дождь заканчивался потопом. Пострадали пять квартир. Они раза четыре или пять топили нас. Ну и уже мы не писали, потому что толку никакого нет. А бежал-то вот этот голубиный помет. И он вот так вот бежал, когда в комнате-то и на кухне. Там дышать нечем было. И вот даже дождь, когда проходит, сразу вот это и есть. Запахи вот эти. Повреждений есть. Обои себе отпали уже. А что зимой будет, я вообще не представляю даже. Последствия ремонта кровли видны и в подъезде. На стенах разводы и подтеки. При этом приводят в порядок по программе капремонта в этом году здесь только крышу. Но, по словам жителей рабочих, практически не видно. Да и ремонт по паспорту объекта должен был завершиться 30 августа. Все в шоке, конечно, от такого ремонта. Никто просто не ожидался. Все ожидали, что будет как делаться, как положу на ремонт. А не бегать жителям и контролировать это. На наши обращения так никто и не отреагировал. Мы обращались, решаем вместе, непосредственно сам фонд капитального ремонта. Но так и реальных действий мы не получили. Никакие промежуточные акты мы не увидели. Подсчеты ущерба жители также еще не приступили. Ведь непогода снова может внести коррективы. Хотя в пострадавших квартирах уже побывали специалисты фонда капитального ремонта Иркутской области. Сотрудники ведомства делали замечания и подрядчику. Он уверяет, работы затянулись из-за ожидания дополнительного керамзита для утепления крыши. Поэтому понадобится больше времени. В целом в этом году в регионе нужно привести в порядок 1109 домов. Завершился ремонт в 460 зданиях. Это только 42% от плана. В остальных домах работы продолжаются. И времени у подрядчиков все меньше. Чуть больше трех месяцев. Александр Якубчик, Владимир Пинаев. Новости по будням. Измениться может пассажирский МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. Авиалайнер предлагают сделать короче. Это может решить ряд проблем с импортозамещением систем в самолете. Такое предложение в интервью ведомостям озвучил первый зампредседателя правительства и бывший министр промышленности России Денис Мантуров. Он считает, что создание укороченной на одну секцию фюзеляжа версии позволит более эффективно эксплуатировать лайнер. К примеру, на направлениях с меньшим пассажиропотоком. Также это позволит более успешно адаптировать конструкции самолета под российские аналоги разных систем. Напомним, первый испытательный полет МС-21 совершил в 2017. Изначально планировалось запустить серию в 2020 году. Но с тех пор сроки неоднократно переносились, в том числе и в этом году. А сейчас расскажем, чем запомнится этот день в Иркутской области. Далее короткий обзор резонансных и ключевых тем. 18 лет лишения свободы получил бывший министр здравоохранения Прибайкаля Яков Сандаков. Суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, легализации преступных доходов и превышении служебных полномочий. Наказание Сандаков будет отбывать в колонии строгого режима и должен будет нести в доход государства 80 миллионов рублей. Адвокаты намерены обжаловать приговор. Следствие длилось почти два года. Объем уголовного дела составил 73 тома. Следователи Следственного комитета допросили 86 потерпевших и более 80 свидетелей. В Иркутском районе специалисты Россельхознадзора выявили серьезное превышение нитратов в свекле. Концентрация вредных веществ в овощах практически в два раза превысила предельно допустимую норму. Урожай с площади в 3 гектара будет собран и передан на утилизацию. Фермеру вынесено предостережение. 26 штрафов на сумму в полмиллиона рублей накопила ангарчанка. Автомобиль нарушительницы во время рейда остановили судебные приставы. Машина поставлена на штрафстоянку. Если должница не оплатит за должность в течение 10 дней, авто будет продано в счет долга. Своим долгом считают некоторые неравнодушные люди помогать природе. Поэтому волонтеры из разных городов России, а также из Монголии, Китая и Казахстана займутся восстановлением леса на Ольхоне. Высадка деревьев пройдет на острове с 17 по 21 сентября. Всего высаживать молодые деревья будут 120 добровольцев. Саженцы для этого привезут из Иркутска. Часть из них вырастили в питомники. Еще в прошлом году волонтеры доставили туда с Ольхона семена лиственницы, которая растет на острове. Сейчас саженцы уже готовы к посадке. Они приедут на Сарайский пляж, в Харанцы и так называемый школьный лес в Хужире. Там леса страдают из-за антропогенной нагрузки. Всего засадить нужно более 9 гектаров. Такие акции проходят на Ольхоне уже 10 лет. За это время волонтеры высадили 146 тысяч деревьев. Помочь природе можно и с помощью развития зеленых технологий. Эту тему обсуждали участники тематического форума в Иркутске. Что вошло в программу мероприятия и как в областном центре стараются внедрить подобные технологии, узнаете из сюжета Олега Федорова. Камера телефона запечатлевает на память симбиоз природы и инженерии. Чайки на фоне Иркутской газ. Сегодня здесь на экскурсии необычные гости. Участники международного форума «Зеленый диалог. Россия и Китай за устойчивое будущее». Он проходит в столице региона. И на один из крупнейших в Сибири энергообъектов приехали 10 представителей отечественных компаний. Каждая уделяет особое внимание экопроектам. Не случайен и визит на гидроэлектростанцию. ГЭС – яркий пример чистой энергии. Впечатляет масштаб. Гигантское сооружение. Очень интересно. Интересный производственный процесс, технология. Большой потенциал. Как я поняла, планируется замена оборудования на более современное, более мощное, что позволит увеличить производительность гидроэлектростанции. И не только производительность, но и экологичность. Тренд на развитие зеленой энергетики давно является ключевым для основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга «Н-Плюс». Работу Иркутской ГЭС и ход ее модернизации оценила и китайская делегация. Ведь главная задача для участников форума – решить, как снизить риски для окружающей среды и повысить эффективность потребления ресурсов. Мне, как экологу, очень импонирует именно позиция руководства в части проведения таких экскурсий и открытости. Важно иметь представление о том, где производится электричество, в каких условиях, что такое вода, как она работает. Это все очень важные элементы познания человека в его окружающей среде. Сегодня форум завершил свою работу в Иркутске, но ежедневная работа компании участников по развитию зеленых технологий продолжится. Тем более, что начало давно положено. В Прибайкалье только энергетики планируют реализовать целый комплекс экологических нововведений. Олег Федоров, Иван Гоголев, Новости по будням. И творчески реализуются наши земляки. В Черемхове завершается фестиваль «Театральная провинция». Он посвящен памяти нашего земляка, известного российского драматурга и актера Владимира Гуркина. Фестиваль проходит уже в пятый раз. В эти дни на сцене Черемховского театра собрались шесть творческих коллективов из Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятии. Они представили зрителям и жюри постановки разных стилей и жанров по произведениям Алексея Жутковского, Владимира Гуркина, Дениса Энгеля, Валентина Распутина. Оценивают работы театров деятелей культуры и искусства. Победителей определят в шести номинациях. В их числе призы за лучшую женскую и мужскую роли и лучший спектакль. Награждение состоится 13 сентября. Также для актеров прошли мастер-классы. Мастер-классы для зрителей пройдут и во время необычных соревнований в Иркутском районе. Подробнее об этом, а также о том, чем могут удивить иркутские повара именитых кулинаров, и как три цвета помогут установить рекорд России в поселке Чуна. Расскажем далее. Две серебряные медали завоевали иркутяне на всероссийских уличных играх. Мультиспортивный фестиваль завершился в Казани. Состязания проводились в четырех видах спорта. По бороться за медали приехали почти полторы тысячи спортсменов со всей страны. Сибиряки выступали на соревнованиях по роллер-спорту. Эльза Потопейка стала второй в дисциплине памп-трек среди девочек 8-9 лет. А среди мальчиков в той же возрастной группе, но в скоростном слаломе, серебро забрал Вячеслав Зайнуддинов. Медали еще впереди у юных футболистов Иркутска. Прямо сейчас они борются за награды первенства Сибири и Дальнего Востока среди юношей до 14 лет. Обе команды уже сыграли по два матча. Иркутск ЦРС обыграл представителей Кемерова и в ничью сыграл с томичами. В активе Байкала одна победа и одно поражение. Они оказались успешнее соперников из Бердска, но уступили спортсменам из Красноярска. Борются за медали и те, для кого спорт – хобби. Спартакиада пожарных пройдет 13 сентября в поселке Оса. В программе – боевое развертывание, шахматы и пулевая стрельба. Но есть состязания с национальным колоритом – бурятская борьба, переноска камня и перетягивание палки. Для зрителей проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, спасению утопающего и самоспасению на воде. Дарья Эйвазова, Новости по будням. Парад студенчества пройдет в Иркутске 14 сентября. Он посвящен первокурсникам города. Шествие начнется в 12 часов от сквера имени Кирова и закончится у памятника Александру Третьему. Студенты также принесут клятву. Состоятся церемонии посвящения первокурсников и концерты. Сюрприз для участников парада – живое исполнение гимна страны участниками фестиваля «Байкальские духовые ассамблеи». А что интересного уже произошло в регионе и далеко за его пределами? Узнаем из рубрики «Повесточки». Всем здравствуйте. Один из модных трендов этого сезона в одежде – красные и бордовые оттенки в нарядах. Уверены, сочные краски обязательно поднимут вам настроение. О том, что еще способно взбодрить или даже удивить этой осенью, расскажем сегодня. Повар из Иркутска Павел Дружинин принял участие в федеральном кулинарном ТВ-проекте. В отборочном туре «Сибиряк» представил именитым экспертом грибной жульен. После успешного кастинга иркутянину требовалось приготовить турецкий стритфуд, лохмаджун и творожный торт. Если с первым блюдом Павел справился успешно, то десерт судьи не оценили. Лакомство, к сожалению, не позволило пройти нашему земляку в финал. В Чуне готовится установить новый рекорд России. В честь дня поселка жители планируют растянуть на руках двухкилометровый триколор весом в полторы тонны. Если жителям Чуны это удастся, у них будут все шансы установить рекорд. Всех, кто готов присоединиться к этому флешмобу, организаторы ждут в субботу 14 сентября в 11 утра на площади возле местного вокзала. Важна каждая пара рук. В Московской области прошел фестиваль «Таксы Чехова». В памяти любимцах писателя Брома Исаевича и Хины Марковны организаторы подготовили яркий праздник для хвостатых и их владельцев. На пушистом событии в усадьбе Мелихова собрались более 200 собак. Причем четверолапые были не только из Московской области, но и Санкт-Петербурга, Уфы и других городов нашей страны. Каждый участник фестиваля презентовал необычный костюм. Кстати, в нарядах были не только таксы, но и их хозяева. Житель Китая Ли Джихао способен собрать три кубика рубика во время жонглирования. Пока мы задаемся вопросом, как такое возможно, этот трюкач берет и делает. Для решения задачи парню требуется 1 минута и 59 секунд. Кстати, это его третий мировой рекорд в данной дисциплине. Ранее результат Джихао составлял 3,5 минуты. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. И в конце важная информация для жителей областного центра. В Иркутске отопительный сезон начнется 18 сентября. Сначала батареи нагреются в детских садах, школах, медучреждениях. Уже после тепло подадут в жилые дома. И на этом у меня все. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. Или вы столкнулись с проблемой, которая беспокоит многих. Еще больше интересного на нашем сайте и в соцсетях медиахолдинга НТС. А если вы не успели посмотреть новости по будням в эфире, то выпуски программы всегда доступны на Рутюбе. Я же на этом прощаюсь. Но помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова